Всем привет! Продолжаем смотреть работы известных художников. Немножко узнавать о фактах их биографии. Генрих Хорре, немецкий художник-конструктивист движения новой объективности, так называлось движение. Данные я беру с переводной википедии. Родился в Кёльне, учился в Кеннинской школе искусств и ремесел, но в основном был художником-самоучником. В 1916-1918 война. Хорре был солдатом, телефонистом в полевой артиллерии. В 1917-м опубликовал свою первую работу в журналах Франца Фемферта «Актион» и «Симплициссимус». Женился на Анжелике Фиг в 1919 году. Ее брат Вилли Фиг также был художником. После службы в армии во время Первой мировой войны он встретил Франца Заверта в 1919 году и работал с ним над журналом «Вентилетор». Вместе с женой Анжеликой стал активным участником кернской дадоистской сцены, был учредителем группы-художником «Стапит», а в 1920 году опубликовал «Портфолио Криплесс». Работы Хорре сохранили определенный суровый абсурдизм после того, как он принял образный конструктивистский стиль под влиянием русских Владимира Татлина, Эль-Лисицкого, Фернана Леже и голландского движения «Ди Стил». На его картинах изображены типичные фигуры, представленные в строгом профиле или жестких фронтальных позах. В 1929 году начал сотрудничество с Аверттерном в издании журнала «Ас» художественной группы «Колонн Прогрессив». Во время Третьего Рейха 21 его работа была конфискована из немецких музеев и, скорее всего, уничтожена. Был среди немногих немецких художников, чьи работы были осуждены как дегенеративное искусство, когда нацисты пришли к власти в 1933 году. Умер в Кёльне в возрасте 40 лет в 1936. Публичные коллекции, в которых хранятся работы Генриха Хорре, включает музей Людовика в Кёльне, городской музей в Дюссельдорфе и так далее. Ну вот, вкратце, все, что мне удалось найти о Генрихе Хорре, немецкий художник-конструктивисте движения «Новая объективность». Пока-пока, до свидания.